Меры безопасности и контроль качества продуктов будут усилены на рынках, ярмарках и торговых центрах региона. Об организации предпраздничной торговли шла речь на совещании в администрации области. Заместитель председателя правительства Дмитрий Бутусов подчеркнул, необходим комплекс мер по усилению безопасности. Каждый должен в свой объект сегодня провести полную инвентаризацию и еще раз продумать комплекс мер на предмет усиления этой безопасности. Поэтому сегодня одна из основных задач, безусловно, обеспечить полноценную работу, но в то же время усилить по всем направлениям. Факты, которые за последнее время выявляются в части пищевых отравлений, в части алкоголя фальсифицированного, на сегодняшний день, к сожалению, подтверждают, что опасения имеют основания серьезные. Управлением Роспотребнадзора по Орловской области продолжается контроль за подготовкой и проведением новогодних мероприятий, отметил Геннадий Захарченко. Проверены почти 30 предприятий. За разного рода нарушения составлено 18 протоколов о правонарушениях. Ни до кого не секрет, что есть много производителей, которые выпускают ближе к Новому году сладкие подарки, в которых и сегодня как раз было озвучено по Первому каналу. Центральное телевидение зашкаливает растительный жир. Поэтому и в этом плане проводится проверка. Как было отмечено на совещании, в преддверии праздников активизировался мониторинг функционирования всех ярмарочных и рыночных площадок региона. При этом какая-либо приостановка деятельности указанных объектов не планируется, в том числе в городе Орле. Напротив, усилия власти и всех компетентных органов направлены на совершенствование и развитие данного механизма. Сегодня должны безусловно соблюдаться вопросы и требования по безопасности. Позиция по поводу того, что мы тут места в аренду сдаем, поэтому ни за что не отвечаем, она сегодня нас не устраивает. Наша задача сегодня обеспечить полноценное функционирование всех объектов, не только в городе Орле, но и на территории Орловской области. Продолжение следует...